Доброе утро. Еще раз поднимаю эту же тему. Мобильные телефоны, штрафы и все остальное. Вот вчера говорил со знакомым, который живет в Испании, то у них месяц или сколько назад еще увеличился штраф за пользование телефоном во время езды. 500 евро. А что это значит? Это не то, что вы едете и трубка у вас у уха. Даже если вы просто телефон трогаете, это уже прилет. То есть если вас засекли любые манипуляции с телефоном, вот мою знакомую на днях испанцы оштрафовали, правда не на 500, к счастью, а на 100, она просто там в гугл-картах что-то там, ну, что-то искала. И опять же повторюсь, может кто-то не видел предыдущее видео, бесполезно спорить. Ты ничего им не докажешь. Доказать ты можешь что-то в суде, они в общем-то это знают и этим пользуются. Потому что, конечно, никто из украинцев потом в суд испанский за 100 евро обращаться не будет. Поэтому максимально осторожно. Вот телефон висит на окне, на стекле лобовом, на присоске. И хай там висит, не трогайте его. Крайне аккуратно. Спрашивают меня насчет девайсов на окне. Разрешено это или нет. Все в Европе пользуются такими девайсами. Я езжу 3 года в Польше и до этого 3 года в Швеции. Ни разу претензий не было ко мне на контролях каких-либо. Единственное, что я слышал, что могут предъявить претензии, если закрывается обзор. Если очень много всего навешано, какой-то планшет висит, что могут как бы к этому домахаться. Но я лично такого не встречал. Повторюсь еще раз. Регистраторы, видеорегистраторы запрещены в Евросоюзе. Их использование и их использование как доказательство в судах запрещено. Но ими пользуются. Вот я конкретно у поляка, который у нас работает на фирме, у него висит видеорегистратор на лобовом стекле. Я конкретно у него спрашиваю, как у него он давно ездит, уже древний водила. Как он ездит и есть ли претензии к нему насчет видеорегистраторов у полиции. Он говорит нету и говорит, что ему вообще по барабану на эти все претензии, потому что он является чудо-земцем, ну то есть он иностранец. Он не обязан говорить на языке той страны, в которую он въехал, например, там Испания, Германия. И это говорит, это единственное доказательство, может быть, моей невиновности в каком-то происшествии. Это конкретно вот его слова. Другой водитель у нас на фирме тоже ездит с видеорегистратором. Было так, что у него проверяли документы в Испании, там все такое проверили. И потом полицейский спрашивает, включен ли видеорегистратор. Он говорит, нет, не включен. Он говорит, а да, окей, все нормально. То есть наличие на стекле видеорегистратора еще не является преступлением использования его. У меня на стекле висит камера. Типа GoPro, только дешевая. Это не видеорегистратор. И ко мне ни разу вообще даже не спрашивали. То есть вообще даже не смотрели в ее сторону. Специально покупать видеорегистратор для того, чтобы ездить с ним, работать по Европе, я бы не советовал. Он довольно неплохо стоит, хороший. И смысла как бы такого большого нет. Потому что действительно вы его как доказательство не предъявите в судах. Если вы хотите снимать как я, как блогинг, какой-то просто дорогу, красивые виды, то купите себе какую-то GoPro, камеру какую-то, ну вот, и пусть она у вас там висит на стекле, чуть подальше от вас и никому мешать не будет. Вот я сейчас снимаю себя на видео. По большому счету, если бы меня полиция запалила, то, наверное, бы за это что-то прилетело. Потому что, как мне опять же рассказывают, они даже если видят, что ты шевелишь губами, значит ты разговариваешь. И значит они могут даже, когда ты по громкой связи, по блютузу говоришь в кабине, то тоже могут намахаться. Ты там, ну опять же, не докажешь, что это у меня в блютуз, в кабине, руки вот на руле. Выпишут штраф и все. Вот моему опять же знакомому выписали штраф. Он говорит, какая причина штрафа, за что штраф. Полицейский ему так на него махнул рукой, короче, говорит, езжай. И все. Он думал, что типа, ну как бы пронесло. А нет, штраф потом пришел на фирму. То есть они свою работу знают. Что-то там приплетут, напишут. И пойди потом доказывай, что ты не верблюд. Поэтому максимально осторожно. С телефонами, с гарнитурами любыми, наушники там. Это все запрещено. Это все за рацию. За рацию. Я ее даже не снимаю. Когда даже пользуюсь, я ее не снимаю с этого крючка. А просто нажимаю кнопку и говорю так вверх, если надо. Я ее пользуюсь только в случае, когда мы едем двойным, там, тройным экипажем. То есть две-три машины вместе. И там, чтобы какие-то переговоры, там, давайте съедем, давайте там остановимся. Или что-то еще. Только в этом случае. А так она у меня выключена. И я никогда не слушаю этот бред, что там другие водители говорят. И не отвечаю, и не использую. Потому что 90 евро на дороге не валяются. Я знаю, что многие в Европе вешают на панель приборную, на магните, телефон. Я думаю, это чисто для удобства. Во-вторых, не так видно его с дороги. Вот мимо проезжающий мотоциклист, полицейский, он притормаживает, поднимается на ногах на мотоцикле и заглядывает тебе в окно. И как бы смотрит, если вдруг он замечает телефон у тебя где-то лежащий рядом, то это уже может быть проблема. Поэтому повесьте его и не трогайте. Надо что-то в навигации изменить, но желательно это как-то делать не во время езды. Ясно, что вот я сейчас уже третий день по Испании бороздю, то я эту полицию и не видел еще. Но прилетит неожиданно, они умеют это делать. В кустах где-то засесть на частной машине, там, радар поставить или еще что-то. Или из бинокля где-то в возвышенности запалить. Ну, короче, можно три года не ездить. Вот как я. Меня в Испании еще ни разу полиция не останавливала. За три года работы на бусе. Ну, когда-нибудь остановят, наверное, может и нет. А моих коллег, ну, постоянно трясут. То одного, то другого. Полный контроль. Штрафы какие-то безумные. То, что ехал не в той полосе штраф, а потом этот человек уже этот штраф получил, оплатил. Потом на этом, а там же указано, в каком месте ты нарушил. Он потом ездит, смотрит, там три полосы. То есть он не мог физически нарушить это, 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 то, что ему прилетело. Так что будьте бдительны. Очень не хочется оставлять деньги этим людям в форме. Лучше их привезти домой. А вот еще по горячим следам, тему, которую я практически не затрагивал. Это при поиске работы, при выборе фирмы, учитывать страны, на которые, ну, на которые работает, да, одна конкретная фирма. Потому что часто это разнится. И в вакансиях часто в объявлениях указывают, по каким странам ездят. И вот, например, моя знакомая сейчас, первая у нее фирма, она ездит и вот поехала в Хорватию. По-моему, да, в Хорватию. А это не Евросоюз. И это, короче, заморочки с прохождением границы, таможни и тому подобное. И я бы, вот что рекомендовал, как для меня, как для меня, что лучше, и я объясню почему. Я бы искал работу, чтобы это была максимально Франция, плюс, ну, прилегающие к ней страны. Это самая комфортная работа. То есть, три каботажные перевозки по Франции и потом выезд близлежащие Голландия, Бельгия, Германия, Испания, там, Австрия. Может быть. Ну, то есть, предпочтение это Франция, страны Бенелюкса, чуть-чуть Германии и там чуть-чуть Испании. Уже Австрия, Италия и все, что туда, в ту степь Греция, Балканы, Шмалканы, это вся бывшая Югославия, Чехия, Словакия. Для меня это непредпочтительно. Там, ну, короче, мне это не нравится. Там мне не нравится, чтобы максимально редко. И на Скандинавию тоже там холодно и там, короче, тоже я бы не ездил. Вот я бы искал фирму, которая максимум по Франции. Почему-то все там часто очень встречают в Фейсбуке, что там по Франции плохо. Что там плохого, я не знаю. Спокойные дороги, адекватные участники автомобильного движения, не тушу в Германии. Спокойно себе ездишь, фирмы как фирмы. Да, большие города, везде геморрой. Везде в больших городах, если у тебя разгрузка в центре города, где-то там, то это везде проблема. Ну, Париж, ну, я одно время вот по Парижу очень много работал. Вот привыкаешь, уже знаешь, где шо, где паркинги, где как ехать. И, в общем-то, тоже спокойно себе по Парижу я получал удовольствие. Особенно, если на выходной день попадешь. Там суббота, там спокойный город, тихо, погода всегда. Всегда во Франции, в общем-то, погода нормальная такая. И зимой, и летом, и когда угодно. Так что вот я бы это выбирал, если у вас есть возможность. И вы смотрите, что у вас есть такое-такое-то, чтобы какие-то эти, Швейцарию, там, ну, это все лишний, менингит, лишние проблемы. А так себе по Франции ездишь, выехал там в Бельгию, там, или в Голландию. Сделал загрузочку, вернулся, опять себе по Франции ездишь. Выехал в Испанию, вернулся. Выехал в Германию, вернулся. Как для меня это оптимально. Оптимально. Тем более, сейчас это ночевка в гостиницах. Вообще, козыр на себе встал, нормально поспал, помылся, там, все, что надо, сделал. И дальше двинулся в рейс, как говорится. Есть до что посмотреть. Всегда там красоты страна необычайная. Как для меня, тут на первом месте по Европе по живописности, по архитектуре, по природе, по всем параметрам. Это Франция. Да, она немножко дорогая, но вот как раз выехал где-то там в Испанию, прикупился. Выехал в Германию, прикупился. А, не такая уж она и дорогая. Я во Франции спокойно себе покупаю еду. Просто надо знать где, что и какую. Вот такая информация. Думайте себе, решайте сами, как говорится, иметь или не иметь. Субтитры создавал DimaTorzok Дар' Ком Caleb. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...